Создание экономических, социальных и экологических основ для устойчивого развития страны невозможно без участия в этом процессе местных сообществ. К региональным и местным инициативам, которые в прогнозируемом периоде будут рассматриваться в качестве приоритетных направлений государственной поддержки, относятся предложения и программы, нацеленные на обеспечение рационального природопользования и охрану природы, улучшение демографической ситуации, поддержку института семьи, сохранение памятников истории и культуры, развитие туризма, развитие малого и среднего бизнеса, конкретные способы осуществления поставленных задач должны определяться местными, властными и общественными структурами самостоятельно. Из решения всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию. Йоханнесбург, сентябрь 2002 года. О том, что Днепр чуден при тихой погоде, предки современных жителей деревни Лучин Рокачевского района знали задолго до Гоголя. Во всяком случае, не зря первые люди поселились в этих местах еще около 7 тысяч лет назад. Даже капище, посвященное дохристианскому богу Перуну, сохранилось до наших дней. Своей древней историей сельчане гордятся, причем спорить с ними посторонним не рекомендуется, очень уж у них характер обидчивый. Софья Кусенкова прожила в Лучине всю жизнь и знает об этом не понаслышке. Она даже книгу о своих земляках написала, в которой все – и лучинские были, и лучинский словарь, и лучинские прозвища. В Лучине минушки носят люди не по одной. Потому что на каждый выпадок, вот теперь ты мне что-то сказал, отримай тут же минушку. Там ты нет, не так повернулся, отримай минушку. И каждый любит минушки чужие, свои – никто. Вот и про минушки тут тоже у меня есть. И минушки дадены. Ну, коли так сказать, теперь молодежные минушки, они уже совсем другие. И они некие неколоритные. Вот раннейшие они были такие вот, хорошие. И я, говорит, одна там из моих припевок, кто у Лучине ауторитет, каждый скажет быстро. Кожна верхняя палата и совет министров. Ну, правда, сам себе. Вот, значит, сходите с того, что вот, вот, каждый считает, что это я и мое я. Я могу чаплять любого, но мне не может чаплять никто. Книгу «Сто историй о Лучине» Софья Кусенкова издала при поддержке Рогачевского райисполкома в рамках проекта Организации объединенных наций и Евросоюза «Мир информации, культуры и творчества для всех». Эта деревня вообще, наверное, единственная в Беларуси, где международные структуры поддержали сразу четыре местные инициативы. Начиная от изучения истории по древним рисункам на камнях, которые можно найти в Лучине и его окрестностях, до проведения фестиваля «Играй гармонь». Гармонь вообще всегда была местным брендом, однако с реализацией проекта о нем узнали далеко за пределами села. Причем поддерживать этот бренд сегодня наравне со взрослыми готовы также представители младшего поколения. Получили мы аппаратуру, получили мы баннеры, пошили нам костюмы. Еще по детскому проекту у нас тоже будут в этом году пошиты костюмы для детского коллектива. У нас клуб «Неделька» для детей, 12 человек насчитывается в нашем клубе. Детки у нас всесторонне развитые, они у нас и поют народные песни, участвуют в конкурсе «Играй гармонь» и танцуют. Свой бренд сегодня есть и в еще одном населенном пункте Рогачевского района – деревне Стреньки. Причем широко известным он стал тоже в результате реализации местной инициативы. В рамках совместного проекта Европейского союза и Организации объединенных наций «Устойчивое развитие на местном уровне» при местном центре «Ремесел» создали первый в Беларуси эко-музей «Белорусская лялька». Как оказалось, здесь у белорусов богатая история. Анел, вербница, крупинничка, десятирушка, пеленашка. И это далеко не полный список кукол наших предков. Причем каждая выполняла свою задачу. Та же кукла Суховей, например, изготавливалась для вызова дождя при длительной жаркой погоде. В прошлом году в засуху такую куклу, кстати, в Стреньках попытались изготовить по всем правилам. И что самое интересное – дождь пошел. Впрочем, верить приметам или нет – дело каждого. Однако то, что куклы еще не до конца изучены пласт нашей национальной культуры, отрицать нельзя. Такая кукла – мартиннички. Мы их делали, как всегда, а потом уже, когда заинтересовались куклами и дальше, то есть не только же были эти мартиннички. Поэтому мы, когда заинтересовались, мы стали искать информацию и обратились к нашим бабушкам. Им было приятно вспомнить свое детство, а нам было интересно узнать, с чем играли они. Поэтому кое-какую информацию мы нашли у своих родственников. Они очень легкие в изготовлении, сложностей никаких нет, учитывая то, что даже не нужны здесь ни иголки, ни ножницы. Все это нарывается и связывается узелками. Только на изучение историю кукол в Стреньковском центре ремесел, кстати, не остановились. Сегодня здесь активно готовятся к запланированному на сентябрь дню белорусской письменности. Кроме кукол, в центре изготовят целую линейку изделий из керамики. Главный специалист по гончарству в Рогачевском районе Артем Ткачев. Раньше, говорит, изготавливал инкрустации из соломки, ткал рушники и занимался резьбой по дереву. Однако, когда попробовал работать с глиной, понял – это его. Сегодня у молодого мастера уже есть последователи. Однако Артем оказался учителем строгим. Хочешь достичь высот – пройди все этапы. Ну, лепить вообще-то это несложно, это может любой. Ко мне ходят постоянно дети на кружок и лепят, и все у них получается. Ну, на хончарном, именно на хончарном, я их не пускаю пока, потому что они маленькие еще. Вот как подрастут, потом уже можно пускать. Будет на хончарном. А так занимаются ручной лепкой. Побывать в Ветке и не посетить музей старообрядчества и белорусских традиций – это все равно, что находясь в Москве, не увидеть Красную площадь. Кстати, Ветковский музей тоже находится на Красной площади. Это, наверное, один из очень немногих городов страны, где главная площадь не называется именем Ленина, хотя памятник ему здесь установлен. Дело в том, что Ветку в 17 веке основали русские старообрядцы – беженцы из Центральной России. Они же оставили после себя уникальную культуру, которую в Ветковском районе не только по большей части сохранили, но и изучили. Наш музей имеет опыт многолетний, опыт экспедиционной деятельности. И те сведения, все, что получали мы в деревнях и продолжаем получать, мы получаем от подлинных, настоящих людей, носителей традиций. Обычно это очень пожилые люди. А также записываем обряды или снимаем их, или записываем те песни, которые поют в обрядах. И мы, когда вводим экскурсии, мы пользуемся этими сведениями, которые мы собрали. Но человеку впечатляет, когда он слышит настоящую песню или настоящий рассказ о том, как это делалось. Мультимедийное оборудование для музея приобрели в рамках программы Организации объединенных наций, развитие международной исследовательской и информационной сети по Чернобылю, более известной как ИКРИН. Теперь аудиогиды, работающие на русском, немецком, английском и итальянском языках, максимально полно расскажут об истории старообрядчества, от его возникновения до наших дней. Особая гордость Ветковского музея – древние певческие книги. Когда-то так называемое знаменное или крюковое пение на Руси звучало не только в церкви, но и дома. Певческая культура была широко распространена и любима. Рукописная крюковая книга бытовала во всех слоях населения. Пели по крюкам великие князья, средние и мелкие служилые люди в городах, пели простые крестьяне, кабальные работники и холупы. В отличие от современных нот, запись мелодии осуществлялась с помощью специальных знаков – знамен или крюков. Вдумайтесь на звание. Дербица – крюк с подчашем, стрела простая с сорочей ножкой и зевком, параклит с подверткой, палка с отсекой. И послушайте, как все это звучало. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Вполне возможно, кстати, что вскоре на экране, также приобретенном в рамках международного проекта, появится новое видео. Научный сотрудник Геннадий Лопатин почти 10 лет встречался с местной жительницей, в результате чего издана книга, которая так и называется «Варвара Грецкая» как явление белорусской народной культуры. Обряды, легенды, приметы, поверья и особенности речи так не похожи на традиционную белорусскую. По мнению ученых, получилась своеобразная энциклопедия жизни одной белорусской деревни. Еще одну народную энциклопедию сегодня можно увидеть в Зборовском сельском доме культуры Рогачевского района. Опять же, в рамках международного проекта по реализации инициатив местного населения здесь создали единственный в своем роде музей тайн целебных растений. Они здесь могут рассказывать часами, в какое время года и как собирать, как правильно употреблять, чтобы наверняка поправить здоровье. Полезно все – плоды, корни, кора. Директор Дома культуры и одновременно руководитель музея Антонина Воронцова – настоящий фанат своего дела. Хотя, наверное, по-другому и невозможно, если уж чем-то заниматься, то с полной отдачей. Начинаешь рассказывать именно про растения, что они имеют одушевленность некую. А это, кстати, доказано нашими учеными, что растение может чувствовать, может даже передавать опасность друг другу. Оно реагирует на свет, на краски света. Оно чувствует пору года. И оно обладает интеллектом. Экскурсии проводим. Начинаем общение в таком ракурсе, что вы пришли к растению с чем? С добром, потому что оно чувствует человека. Если ты пришел с добром, и ты к нему обращаешься, и берешь его, и срываешь, оно в восток раз отдаст себе добру преумноженное. Преумноженное добро, впрочем, возвращается во всех сферах. Еще несколько лет назад молодежь деревни Хальч Ветковского района буквально не знала, чем себя занять. Пока не пришла идея создания в селе филиала районной специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва. Тем более, что и подходящее место нашлось быстро, неиспользуемая часть сельского магазина. Когда-то торговля строилась размахом, однако потом оказалось, такие масштабы в деревне и не нужны. Появилось такое мнение, что как бы этих детей хальчанских привлечь, чтобы было помещение. Потому что на данный момент, на данный момент даже в хальчанской школе нет у нас спортивного зала. А так как здесь пустовало вот это помещение, были внесены такие предложения, как бы здесь открыть филиал спортивной школы. В порядок пустующее здание приводили буквально всем миром. Местные жители очистили помещение от мусора. В качестве спонсорской помощи окна для нового филиала изготовила одно из предприятий Чечерска. Доски для пола привезли из кормы. Плюс финансовая поддержка Европейского союза в рамках программы развития ООН «Минимизация последствий аварий на ЧАЭС на территории Беларуси». Центр доступа к информационным технологиям ветки создали также после одобрения местной инициативы международным сообществам. Задача проста – развитие интеллектуального потенциала населения, проживающего на загрязненных территориях, обеспечение доступа к современным технологиям и получение достоверной информации по вопросам здравоохранения, экологии и информационной безопасности. В 2011 году у нас компьютер на базе библиотеки, а в 2012, в течение 2012-2013 года, вот эти проводились семинары-тренинги по обучению компьютерной грамоты. Для пожилого, это бесплатно проводилось, для пожилого населения. Это же возможность не только найти информацию по социально-экономическому развитию нашего региона, чернобыльской тематики, экологии, по здоровому образу жизни, но это же и жить в ритме сегодняшнего дня. Жить в ритме сегодняшнего дня не против и проживающие в доме-интернате для престарелых и инвалидов Шубина Ветковского района. В рамках возрастных ограничений, конечно, средний возраст шубинцев – 84 года. При поддержке местных органов власти сейчас здесь начинается реализация инициативы «Зеленая аптека». Описать этот проект одним предложением невозможно. Несколько дней назад, например, в интернате получили первый транш, на который закупили мотоблок для хозяйственных нужд. Это только для посторонних мелоч, а для проживающих – возможность создать собственное подсобное хозяйство. Корма для тех же кроликов, например, заготовить. Этих животных здесь разводят с весны прошлого года. Раньше, говорят, были свиньи, однако из-за известной болезни их пришлось уничтожить. Кролики, впрочем, в столовую тоже не попадают, есть строгие санитарные требования. Однако их можно выращивать на продажу. Кроме того, в рамках проекта планируется отремонтировать теплицу. Это уже для собственного стола. Построенная несколько лет назад, со временем теплица стала реальной угрозой для жизни людей. Крыша, накрытая стеклом, стала элементарно обваливаться. Теперь этот материал заменят на современный и безопасный поликарбонат. Работать в теплицах будут сами престарелые, по их собственному желанию. В администрации учреждения уверены – надо разнообразить жизнь проживающих и сделать ее более активной. Когда садили деревья в прошлом году, молоденькие саженцы, то многие вышли помогать. И просто у них улучшилось настроение, что они скоро увидят эти свои плоды, своего труда. Ждут, ухаживают за этими деревцами. Поэтому мы посмотрели, что они хотят быть активными. Просто надо им дать, чем заняться. Насколько успешным окажется проект в Шубино, покажет время. Однако планы у администрации учреждения масштабные. Жизнь, говорят, это движение и увлечение, а поэтому оставлять пожилых людей один на один со своими проблемами – не лучшее решение. Большой популярностью здесь пользуются те же посиделки с исполнением народных песен. Впрочем, не исключено, что теперь эти посиделки будут проходить в другом месте. В рамках проекта «Зеленая аптека» в доме-интернате Шубино создается собственный фитобар. Даже место уже определили – в местной столовой. С учетом возраста проживающих собирать лекарственные растения в местных лесах никто не будет. Сборы закупят на областном аптечном складе, однако качество напитков от этого хуже не станет. Тем более, что их приготовлением будут заниматься профессионалы – диетсестра и медсестра по физиотерапии. Этот проект, кстати, тоже реализуется в рамках новой программы развития организаций объединенных наций. Сегодня в него включены 16 местных инициатив, в том числе и Рогачевского райотдела по чрезвычайным ситуациям, по созданию новых механизмов обучения населения способом коллективной и индивидуальной защиты. Нельзя сказать, что местные спасатели раньше профилактической работой не занимались. Однако с приобретением тех же современных средств индивидуальной защиты и манекенов, позволяющих отрабатывать самые современные методы спасения, все должно намного упроститься. Мы большую работу проводим по обучению населения. Это одна из важнейших, наверное, задач, из важнейших форм работы по предупреждению о ликвидации чрезвычайных ситуаций. Но, как говорится, с помощью данного проекта мы просто-напросто, может быть, усовершенствуем эту работу. Будут отработаны практические навыки первой доврачебной помощи именно на этих манекенах. Конечно же, мы будем разъяснять основные чрезвычайные ситуации, которые присущи Республике Беларусь. Это, как говорится, пожары, пожары, может быть, паводковое подтопление. В плане реализации инициатив населения Аргачевский район на Гомельщине в числе самых активных. Только в прошлом году здесь получили около 1 миллиарда 700 миллионов рублей. Значительную часть этих средств направили на приобретение нового концертного оборудования и костюмов для творческих коллективов. Таких, как народный вокальный ансамбль «Пешота» Годиловического сельского дома культуры. По большому счету, сегодня участие в таких международных проектах – это одновременно возможность реализации предложений местного населения и привлечения в регион инвестиций, причем довольно значительных. Исходя из какого-то небольшого своего опыта, мне кажется, что поддерживаются те проекты, где есть интересная какая-то идея. Идея, которая рождается среди людей. Инициатива, которая людям поможет решить какие-то актуальные проблемы. Потому что чем больше мы живем, тем мы видим огромное количество проблем, которые возникают в сфере экологии, в сфере здравоохранения, энергосбережения, развития бизнеса и предпринимательства. То есть в любой сфере есть какие-то свои проблемы. И когда люди видят пути решения этих проблем, и для чего необходимо изыскать какие-то дополнительные финансирования, то в этой ситуации, мне кажется, как раз международные программы и идут навстречу таким инициативам для того, чтобы дополнительными своими средствами помочь людям решить какие-то проблемы, для них жизненно важные в любых сферах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова